Хоба! Всем привет! С вами доктор Влад. И сегодня разговор пойдет о стоматологии, обо всем, что связано с зубами в Америке. Ну, правда, меня тут попросили рассказать просто о медицине. Ой, ребят, вы не того боитесь. Это когда женишься, тоже смотришь на жену, а вы лучше на тещу смотрите. Вот ваша жена будет через максимум 10 лет такая же, как теща. И по габаритам, и по характеру, и все такое прочее. Вот так же и в Америке. С обычной медициной, ну, не знаю, не будет у вас проблем. Вот если вы, например, страховку медицинскую получили на работе, вот один вариант, да, самый хороший, на себя, на всю семью, лечитесь, ну, бесплатно практически, все, что она покрывает, там, посмотрите, да. Вот. Либо вы, если хорошо зарабатываете, но на работе нет страховки, ну, купите ее, эту страховку медицинскую. Или вот как сейчас Обама Кер есть, допустим, для тех, кто не может купить страховку и на работе не дают. Или самый крайний случай. Вот. Ну, сейчас вот с Обама Кер, ну, все равно. Вот вы какой-нибудь там вообще нелегал, да. Вот. Есть поликлиники, вообще бесплатные поликлиники. И в больницах, если у вас что-то там произошло, вас прооперировали там, я не знаю, ну, вот мы ездили в госпиталь с женой, тут у нее знакомая, там работает бабуся такая веселая, переводчик русского, да. Вот. И вот, ну, пока мы с ней болтали, я говорю, а что это за кошечка? А, говорит, вот туда идут люди, которые не могут оплатить вот этот счет, этот билд. Вот. Ну, и покрывают какие-то богатые миллионеры. Вот. Эти счета, в общем, это в Америке налажено хорошо. И лекарства, и то. Ну, в общем, не будет проблем. А вот со стоматологией там совсем другое дело. Даже бабушки-старушки, которые, ну, дедушки тоже, да, у которых пенсия, у которых медицинская страховка для пенсионеров, тоже там медицинская страховка, она в стоматологию что покрывает? Ну, бесплатно выдернуть зуб там последний, да. Вот. Рентген могут сделать бесплатно. Вот. Или могут сделать бесплатно вам тоже протез вот этот зубной, который вставляется, вынимается, кладется в банку с водой. И всё. И вот. А если вы там какие-то коронки или что-то такое прочее, ну, ребят, это всё за свои. Вот. И... Ну, давайте я вам сначала расскажу, как это выглядит, да. Вот. Я к стоматологам ходил много раз здесь, к сожалению. Вот. Приходишь, ложишься на кушетку такая, здоровая кушетка. Вот. Включают телевизор тебе. Причём на телевизоре там любой выбираешь. Вот фильм, там есть специально подписные каналы. Любой фильм. Вот. Ну, стоматологи люди не бедные. И, в общем, они, конечно, подписку делают на этот канал. И смотришь всё, что тебе угодно. И обычный боевичок выбирает такой смешной. Вот. И включают огромную лампу, дают тебе тёмные очки, чтобы тебе глаза, не дай Бог, не испортить этой лампы. Вот вспомнил тоже, да. Вот. В голову пришло. Я когда сюда ехал, я там что-то себе мастил, там какие-то коронки ставил им. И делал мне это родной дядя, стоматолог, да. Вот как он мне делал. Вот я к нему пришёл так с утра пораньше. Он меня в кресло усадил. Конечно, просто кресло. Вот. И лампочку, значит, пытался включить. Вот на такую какую-то вот крутящуюся лампочку. У меня вот тоже такая стоит. А лампочка не включается. А там покрутил он, там внутри лампа обычная. Там 25 ватт. Ничего не работает. Ну, говорит, будем по-русски делать. А что по-русски? Снимает очки, протирает их салфеточкой, слава Богу, есть салфетка. Ну, вперёд. Ну, и сколько у меня эти зубы продержались. Ну, сами понимаете, что они у меня не очень долго продержались, коронки. И мне здесь пришлось всё делать заново. У меня зубами всегда были проблемы, к сожалению. Ну, здесь вот тьфу-тьфу, да. По деревянному стучанию. Ладно. Ну, вот ты ложишься, значит, на эту кушетку. Включает тебе телевизор-лампу, дает тёмные очки. Вот. Надевает такой вот передничек, чтобы тебе тут, ну, всё чистенько было. Вот. Сюнявчик такой. Приходит врач. В свою очередь сама надевает очки такие специальные, значит, бинокулярные какие-то, да. Настраивается на тебя и начинает делать. Всё это безболезненно. Вот. Сами процедуры безболезненные. Если там что-то с болью связано, там, допустим, ну, канал там прочищать. О, вспомнил. У меня сегодня день воспоминаний. За один день до свадьбы, до самой моей первой, там мне было 18 лет. У меня флюс пошёл, вот такой флюс. И тесть вообще в экстазе, говорит, будешь всех там смешить этим флюсом своим. Вот. Ну, я вечером перед свадьбой пошёл к стоматологам сдаваться. Там два дома от нас, стоматологи, поликлиники. Говорю, девчонки, делайте что угодно, у меня завтра свадьба. Ну, они тоже посмеялись. И мне безо всякой анестезии туда иглой так чик. И выдернули этот вот нерв. Я всё это помню, как будто это было вчера. Вот. Ну, я сознание не терял. Но, во всяком случае, было это очень неприятно. Вот тут мы плотненько подходим к ценам. Потому что тогда, ещё в те времена, поликлиника была бесплатная. Вот. Денег с меня за мои мучения не взяли. А здесь я вот открыл сайт. Вот тут интересный сайт сравнения мексиканских, мексиканской стоматологии и американской. Для чего он этот сайт сделал? Их полно. Я даже ссылку не буду давать. Смысл в том, что многие американцы ездят за стоматологической помощью в Мексику. Особенно те, которые там вот внизу очки живут. Там разные Невада, Аризона. Вот. Потому что там дешевле. Во много раз работают те же врачи. Американцы туда уезжают. У них там вот так вот народу. И сколько это стоит? Вот здесь я делал тоже рудканал. Это мне обошлось 700 баксов. 700. Вот. Причем никакие страховки, ничего. Даже если они есть, бесполезно. Вот плати все. Можно договориться подешевле, но обычно подороже. Это мне еще повезло. Там, ну, до 1000 баксов. Вот один рудканал. Прочистить его, там все это зацементировать. То есть все. Без корон, без всего. Вот просто сделать это дело. Потом, ну вот, в Мексике это дешевле. Это в Мексике может обойтись там в 500 баксов, допустим. Вот. Потом что? Коронки. Ну, коронки. 700-800 долларов. Если мост делаешь, ну, умножай. Четыре штуки. Сколько получать? 3000, да? Вот так вот. Ну, в Мексике подешевле. Можно там за одно место и 300-400 долларов. Ну, все равно это деньги. Это хорошие деньги. Это сколько надо работать, да? Вот. Если зуб имплант ставить. Ну, если вам повезло, если за 2000 договоритесь. Там договариваться можно, да. Вот. Обычно 4000, один имплант. Причем их один никогда не ставят. Делают минимум два, да? Вот. Ну, помножьте. 8000. Вот. За два импланта. Да? Если у вас там вообще пусто, одна весна. Вот такие деньги. И, в общем-то, именно стоматология. Вот. Именно на стоматологию обращать внимание. Я вот сам себя перебил. Хотел сказать, что вы сначала там вот все вылечите, да? А потом сюда приезжайте. Ну, все это, знаете как? Все. Пломбы поставьте, выдерните, что вам не надо, да? Вот. Потому что насчет ставить коронки и ставить мосты. Ну, я вот, я начал с этого говорить, что, ну, там можно поставить дешевле гораздо, но будет ли он работать или нет? Вот мне здесь тьфу-тьфу поставили. Нормально, да? А там у меня пару лет, может быть, ну, три года от силы продержались и все. Ну, вот так. В общем, вот имейте это в виду, когда едете в Америку. Если у вас зубы здоровы, у вас проблем нет. Вот. У нас в семье у отца и у брата вообще никогда зубы не болели. А у меня с мамой вот вечные такие проблемы, да? Да, и вот еще я вот тут, что хотел сказать? Лед вот у меня написано и подчеркнуто. Да, это я опять возвращаюсь к первому своему сюжету насчет обычной медицины, да? Здесь в Америке, я не знаю почему, но очень модно лечить холодом. Называется это, ну, не знаю, криотерапия, потом айс-терапия, если лед имеется в виду, или колд-терапия, лечение холодом. Очень-очень-очень популярно. Вот в России как? Вот поясница болит, да? Ну, там горчичник или там кирпич нагрел, приложил камушек какой-нибудь, да? Вот здесь почему-то это лечит холодом. Я вообще поражаюсь, конечно. Все эти вот... Ну, я тоже холод применяю, допустим, ушиб какой-то, да? Ушиб мягких тканей, там руку ушиб, да? Первые сутки холод. Ну, просто чтобы не болело, это не лечение. Просто анестезия. Вот, а здесь именно лечат, процедуры делают. И потом я видел таких пациентов, они... Я когда работал там в одном месте, значит, своей рефлексотерапией, а ко мне приходили сразу после физиотерапии. У них вся спина, как, я не знаю, как у моржа, холодная. Вот. Я говорю, ну что, помогает? Ну, так, то и все. Ребят, ни разу я не видел человека, которым бы этот холод помог как лечение. Так что вот поедете в Америку, вспомните меня. Если вам будут доктор предлагать там назначать вот какую-то холодотерапию, а там прикладывают, берут вот эти ледяные пакеты, да, из холодильника и туда вот. Вот. Ну, лежишь там, через несколько секунд уже ничего не ощущаешь. Ну, а толку от этого нет. Так что, ну, попросить что-нибудь другое там. Ну, хотел сказать лазер какой-нибудь. Ну, лазер... Я в лазерную терапию тоже не верю. Ну, нет. Лазеры, конечно, хороши, когда вот, например, операция на глазе, да, там нужно что-то очень точно где-то что-то там сварить, да. Чик. Наметил там все, что как сделал. Вот. Но это одно. Это как сварка, да. Вот. А просто лазером, допустим, акупунктурные точки там вот обрабатывать. Не знаю, я эффекта не видел. Я пробовал. Я пробовал промышленным лазером. Специально притащил домой, попросил у доктора там, сколько он стоит, тысяча две с половиной примерно. Вот. Я во всех режимах пробовал самые такие вот точки, типа ХГУ, там, Дусанли и так далее. Мощные. Нет, никакого результата, никакого эффекта я не ощутил. Так что вот это имейте в виду. Ну, много я сегодня наговорил. Ну, будут вопросы, конечно, задавайте. Вот. Я всегда на месте. Я на вопросы стараюсь отвечать. До свидания. С вами был доктор Влад. Пока. Пока.